Дай почитать. Она смогла воскресить для жителей 21 века, нет, не в великих и трагических событиях, а в историческом, культурологическом исследовании все стороны средневековой французской жизни, связанные с едой. Мы узнаем, как была оборудована кухня, еще очаг и утварь, какие продукты были основой хлеб, мяса, овощи у разных сословий и в разные времена года. Мы узнаем об особенностях приготовления пищи и о церемонии приглашения к столу. Например, кухонную посуду составляли глиняные горшочки, которые имели самые разнообразные формы и по-разному были украшены. Имелись объемистые поварешки, разделочные ножи, а также немалое количество плушек мисок, кружек глиняных, медных, оловянных, латунных, а еще кастрюли, медный котел, сковородки, решетки, вертела, противни. И неожиданно, ножницы, была и своя иерархия кухонных людей. На кухнях герцогов и графов работали исключительно мужчины с 10-12-летнего возраста и до смерти. На нижней ступени находились люди для черной работы, потом поварята, потом помощники, повара, слуги, отвечающие за посуду и непререкаемый авторитет, главный повар. Среди приправ и соусов можно выделить соль, верджюс – это зеленый сок из незрелых фруктов, уксус, горчица. Соусы средневековья – камелино, чесночный, жанс, черный, перечный, сопике и так далее. Были известны пряности, конечно, благодаря прежде всего Карлу Великому. Перец горошком, имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, шафран и другие. Но главное, что были и сладости – мальтоза, ячменный сахар, мед, а сахар белый был безумно дорогим в Средневековье. Из десертов – драже, вафли с медом, марципан, бланманже. А еще в книге есть о росписи перов. Представьте, у мансеньора де Марша вторая перемена – павлины, лебеди, цапли, кролики под соусом с опике, куропатки с сахаром. С ума сойти. 16+. Дай почитать.